Привет, подписчики! Дорогие гости этого канала, с вами по-прежнему Аракис и в этом выпуске мы поговорим про Дову, он же Козлик Света, его недавно переделывали и посмотрим где он зайдет, как он зайдет и что он может вообще делать со своими скиллами. С первого скилла, когда вы атакуете у всех Козликов, это одинаково работает, вы с самой медленной цели пополняете атакбар на 15%, то есть синюю полоску под основной хпшной синяя, то есть она пополнится на 15% какому-то самому медленному персонажу, там Теомарсу, либо с кем вы будете юзать его, ну в дальнейшем рассмотрим с кем его можно в теории заюзать. С контратакой точно так же работает, то есть если вы в теории поставите Козлику Огня, там другому любому Козлику, либо Светлому контратаку, тоже вас ударили, сработала контратака, вы за счет первого скилла как дамагу нанесете, так еще и кого-то зальете. Думаю здесь понятно. Второй скилл, его не переделывали, вы полностью восстанавливаете атакбар своему себе, либо своему союзнику, которому вы выбираете, то есть типа Канами, у кого есть Канами, двухзвездочная птичка Горуда, вы поймете о чем я говорю. Только Канами дает баф на атаку на один ход, а здесь Козлик дает на два хода ускорение. Смотрите, это очень хорошо будет для такого персонажа как Теомарс, так как он с первого скилла бьет дополнительно от скорости, на самом деле это будет круто, то есть дать ему баф скорости. Так еще и баф атаки, но об этом чуть позже поговорим, это про третий скилл. То есть Теомарс начнет просто наваливать очень больно. Любой персонаж на самом деле Хва, Орочи и все персонажи, у которых на скиллах есть такой бонус, как наносит урон от скорости, то есть дополнительный урон вы получите. Всяким там Лагмароном, Таором, третий скилл, что он делает? Его переделывали. То есть раньше он давал просто 40 скорости, сейчас по другому он работает. Становится другом с союзником, с наименьшим максимальным здоровьем. Да, каждый раз наделяет союзника бафом атаки, восстановлением или живучестью на один ход в зависимости от состояния его здоровья. То есть баф атаки вы сразу даете. И при этом вы можете тут же залить этого персонажа. То есть вы заливаете самого тонкого персонажа, вы ему даете и баф скорости, и баф атаки. То есть представьте, да, что для Теомарса это вообще шедеврально. Даже для Люшена это неплохо, тем более очень медленного. Медленному Люшену вы скорость, как бы то, что добавите, это мелочь. А то, что вы ему, во-первых, дадите сразу ход и баф атаки, это очень сильно зарешает. То есть так как у него база, вы видите, 105. То есть он очень сильно выигрывает на уровне Канами, у которой 95, по-моему. И у ее светлой подруги, у которой 97. Теон, по-моему, зовут эту птичку. То есть козлик из-за базы выигрывает, потому что у вас изначально больше скорости. Это уже как бы круче. Вам проще сделать максимум, с которым вы будете обгонять многих монстров. Там на ГВ, на арене или где вы будете юзать этого козлика. Очень неплохо заходит на онлайн арену, на ГВ и, конечно же, на обычную арену. В ПВЕ где-то козлик этого юзать. Ну, наверное, я бы не стал. Для ПВЕ его скиллы не особо профитные, они не особо нужны. Как-то так. Дальше. Вторая и третья часть его пассивки. То есть, смотрите, если... Каждый раз, наверное, разделяю бафом атаки, это понятно. Восстановлением, либо живучестью. То есть, если у вашего монстра остается, получается, меньше половины хп, приблизительно. Там, по-моему, по 33% рассчитывается. Там может быть погрешность пару процентов, вдруг его еще переделают. То есть, когда вашему монстру, сопартийцу, да, которого вы обычно заливаете, там, ваш Люшен или Теомарс, ему сольют, там, треть хп, он уже будет получать, получается, вот это восстановление. И живучесть, если у него остается вообще мелочь хп. То есть, вы ему дадите баф живучести, баф... Я не помню, как он в английском языке называется. То есть, короче, такой же баф, как у Теомарса чаще всего. И очень хорошо сочетается с Люшеном, Теомарсом. С кем бы его еще можно было бы поставить таким вот популярным. Его можно сочетать, допустим, с Огненным Орочи. Как его там зовут, не помню. Огненный Ниндзя. Но не так круто, опять же. Но при этом он все равно ударит больно. С первого скилла особенно, потому что там скаляться идет от скорости. Со второго еще и застанет сможет. Поэтому его нужно делать максимально быстро. Этого дову я бы его одевал бы свифт по-любому. Плюс, ну, неважно, наверное, какой комплект. Самое главное, выжать его максимум скорости. То есть, если вы дове сделаете под 170-180, я думаю, он будет обгонять многих на вашем этапе. Если вы считаете, что это скорости достаточно. То есть, вы ходите, ваш дова заливает вашего люшена в идеале. И ваш люшен сразу ходит и выносит все и все. Так как люшен и баф скорости получит, и баф атакит, то вряд ли кто-то в этот момент, чисто в теории, даже вклинится. Если там против вас попадется какой-то быстрый шарик воды, либо бернард. То есть, ваш люшен, скорее всего, все равно сходит. Так как он еще и баф скорости получит. По статам дова вы можете одеть как угодно во второй слот. По любому скорость. 4-6, защита, хп. Там уже разнообразие, как хотите. Из тех рун, какие у вас есть. То есть, козлик этот, не сказать, что он прям очень нужен, будет вам решать исход боя. Без него невозможно играть. Но при этом, если у вас есть конами и появился этот дова, вы, скорее всего, с конами, если вы ее использовали в таком русле, отдадите руны на дову, так как у нее банально база больше. На этом я буду заканчивать. Огромнейшее спасибо тем, кто ставит лайки, кто подписывается на канал. Приходите на мои стримы онлайн и выполняйте квест. Вот, выполняя квест, тут добавились квесты. Вы можете получить бесплатную подписку на мой канал. Вы можете подарить эти сапки, либо кого-то подписать и при этом получить доступ к альбому. Все это делается совершенно бесплатно. Ссылка на гайд есть в описании. И ссылка есть, то есть, гайд есть в предыдущем моем видео. Смотрите, выполняйте. Я это все сделал с нуля. И все прекрасно работает. Всем удачи и до встречи на стримах онлайн. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok